Всем привет, с вами Дэн. Многие просили в комментариях сравнивать иногда схожие часы в разных ценовых категориях. Ну и сегодня как раз такое сравнение. Часы, цена которых отличается в 10 раз. Посмотрим, будет ли такое же отличие и по качеству. Ну, давайте коробочку покрупнее немножечко в сторону отложу. И перейдем к претенденту, собственно, номер один. Это Orient Star. И японцы в последнее время существенно обновили свой модельный ряд. Добавили дорогих моделей с премиальным качеством. Недавно я вам показывал Orient Star почти за 200 тысяч рублей. А сегодня мы посмотрим новинку за 76 тысяч рублей. Давайте открывать коробочку. Ну, коробка здесь почти в 10 раз, наверное, и поменьше. Так, вот он Orient. Как видите, скелетон. И многие модели сейчас как раз Orient Star выходят именно в таком дизайне. Причем это скелетон не такой классический, а именно такой вот немножко техно-дизайн. Внутри стоит калибр F6-44. 24 камня, 21 600 полуколебаний в час. Запас хода 50 часов. У нас здесь имеется ретроградная часовая и минутные стрелки. Классное усложнение, которое я люблю. Секундная стрелка вынесена на малый циферблат в позиции 6 часов. Сафировое стекло. Вот защита 100 метров. Стекло с внутренним антибликовым покрытием. А теперь давайте посмотрим к претенденту номер 2. Боюсь, что в кадр полностью коробка не влезет, но постараюсь показать. Это Zenith. Швейцарский люкс, который можно еще назвать тяжелый люкс, потому что здесь все серьезно, все дорого и все элитно. Так, вот видите, две коробки даже не влезает. Инструкция, которая здесь весьма нужна, потому что гарантийная карточка, потому что без инструкции сель-примера сразу можете и не разобраться. И что тут еще имеется? Ну, тут еще имеется, соответственно, чехольчик для гарантийной карты. Так, давайте все лишнее в сторону и уже перейдем к самим часам. К самой коробке. Здесь механизм легендарный калибр L-Primera 9004. Давайте вскрывать коробку. Красотища на самом деле, да? Да, именно так. Так, сами часы, может быть, немножечко тоже в сторону. Я хочу показать начинку, потому что здесь есть интересная такая фишечка, помимо того, что здесь есть тряпочка. Вот сама подложка, в которой находятся часы, она по мгновению волшебной палочки превращается в такой вот travel case. Весьма, кстати говоря, полезная штука. L-Primera 21 это хронограф, естественно, механический. Калибр L-Primera 9004 здесь стоит. 53 камня, 36 тысяч полуколебаний в час. Запас хода 50 часов. Это хронометр. Водостойкость у него 100 метров. У отметки 9 часов здесь малая секундная стрелка. Ну, здесь, конечно, в плане разобраться нужно сначала. И с учетом того, что такой техно-дизайн, естественно, читаемость не на высоте. 30-минутный счетчик у отметки 3 часа. 60-секундный счетчик у отметки 6 часов. Указатель запаса хода хронографа, именно хронографа, у отметки 12 часов. Ну, и основная секундная стрелка, она у нас идет на 1 сотую секунды. Титановый корпус, титановый браслет, сапфировое стекло с двусторонним антибликом. Итого, у нас и одни, и другие часы можно приобрести в Best Watch. Ссылки оставлю в описании. Причем, Zenith здесь по суперцене 750 тысяч рублей. Это новые часы из коллекции Бориса Бойко. Владелец Best Watch, кстати говоря, недавно у нас с ним выходило интересное интервью. Ссылку тоже оставлю обязательно в описании. Ну, и прежде чем перейти уже к обзору часов, хочу рассказать, что у нас имеется на Best Watch специальный мой промокод. Den2111. Он будет работать до конца ноября почти на весь ассортимент магазина. Скидки от 10 до 30 процентов. В том числе на многие модели, на которые уже идет определенная скидка от Best Watch. Ну, и важно, что у Best Watch есть целый отдельный такой магазин в магазине. Orient Star. Вот, посмотрите здесь на фотографиях. Это круто, потому что выбор весьма большой. Так, а теперь давайте наших красавцев сравним. Они различаются по цене, как я уже сказал, примерно в 10 раз. И да, здесь, конечно же, отличие еще идет по материалу. То есть, сталь и титан. Но мне интересует, действительно ли отделка Orient будет в 10 раз хуже. Это интересный момент. Давайте для начала еще более детально ознакомимся с самими часами. Потому что здесь, как мы видим, и одна, и другая модель. У них стилистика все-таки достаточно схожая. Это такой современный техно-дизайн со скелетонированием. Причем таким ограниченным скелетонированием. То есть, у Orient достаточно большая часть циферблата сохранена. Мы здесь видим разметку и часовую, и минутную. И считаемость здесь достаточно неплохая, с учетом того, что это все-таки скелетон. По крайней мере, вот минутная стрелка, часовая стрелка, здесь это можно считать. Естественно, здесь не имеется такого удобства по считыванию секунд. Потому что секундный циферблат здесь вынесен на отметку 6 часов. Но при желании это можно тоже определить. И у нас ретроградный индикатор запаса хода как раз на 50 часов. По Zenith, конечно, здесь все сложнее. Потому что, во-первых, здесь более сам по себе. Здесь это хронограф. Соответственно, индикаций больше. И здесь нужно все-таки к этим часам привыкнуть. Да, здесь тоже имеется по краю циферблата разметка и часовая, и минутная. И опять же, если достаточно долгое время присматриваться к этому цифру, привыкнуть к нему, познакомиться получше. Я думаю, что также можно вполне адекватно считывать время. Но опять же, если вам нужны такие часы-инструмент, то, в принципе, скелетоны не подойдут. Если вы хотите смотреть именно на красоту механизма, как на некое совершенство, как на предмет искусства, то, конечно же, скелетон дает вам всю вот эту вот красоту, благодать от красоты механики, красоты маленьких миниатюрных инструментов. И меня иногда смущает, когда в комментариях люди пишут, ну вот скелетон, это фу, это вообще не часы. Но ведь на самом деле часы можно и не покупать, можно пользоваться смартфоном или смарт-часами. А вся красота, она как раз в механизмах. Почему мы любим механику? Потому что ведь кварц, он более точный. Мы любим механику, потому что здесь вся красота. И мне нравятся именно скелетоны, которые не по классике сделаны, когда там очень много гравировок, очень много такой красоты наведено, а именно вот такой вот современный дизайн, когда мы видим именно механизм в его таком первоначальном, что ли называется, виде. Когда мы смотрим именно на механизм, а не на украшательство. Вот это, по-моему, очень красиво и очень круто. Так, давайте смотреть теперь дальше. По Orient. У нас, кстати говоря, заводная головка здесь завинчивается, 100 метров защиты, очень даже приятная ситуация. Здесь красивые грани, очень хорошее сатинирование по граням. Причем имеются некоторые такие маленькие нюансы с зеркальной полировкой. Это на ребрах ранта с одной стороны и с внутренней стороны, кстати говоря, тоже. И еще с нижней стороны корпуса. Поэтому это вот когда такой естественный свет на них падает, то он начинает немножко отражаться на этих зеркальных гранях и добавляет немножко такого интереса, такой дороговизны, что ли, можно сказать. Я вообще люблю, когда сочетается и зеркальная полировка, и сатинирование. Это классно. Циферблат достаточно однотонный. То есть здесь у нас такой стальной цвет и белый цвет. И мне нравится, что они здесь не добавляют ничего такого странного. Задняя часть. Механизм достаточно приятно здесь декорирован. Как уже давно повелось у Orion Star. Ну, а у современных моделях так здесь и в целом вообще очень даже все приятно и красиво. Очень хороший здесь браслет. Вот посмотрите, да, такой как шелк. Супер. Он тоже под стать циферблату. То есть здесь много именно таких резких граней с резкими переходами. И казалось бы, что здесь частично у браслета имеется зеркальная полировка. Но нет, но нет. Это благодаря тому, что грани так хорошо отражают свет, и у нас получается вот такой эффект. Здесь браслет полностью с сатинированием. И боковая часть, и центральные части. И крайние звенья тоже. Но классно сделан. Посмотрите, да. Здесь вот такие грани. Они отполированы отлично. И с внутренней стороны, и с которой не видна сторона. Это здорово. Здесь японцы, конечно, постарались. И знаете, в принципе, за вот эту стоимость, а это около 1000 долларов, вот настолько классно исполненный браслет, это на самом деле нечастая ситуация. Особенно со стороны японцев. Значит, застежка здесь полностью, да, у нас внутренняя часть летая. Есть возможность подстроить браслет, такие микро настройки. И грани по внешней части. Застежки здесь с зеркальной полировкой. Мне нравится браслет, очень хороший здесь. Очень классный. Так, по размерам давайте быстренько пройдемся. 42. Высота 13. 20 по браслету. И от ушка до ушка 47. 47, у меня запястье 18 с половиной. Ну и вот такая ситуация получается. Достаточно тяжеленькие часы, не самые маленькие. Естественно, здесь все полностью стальное. И очень удобный браслет на запястье. Он классно исполнен, классная геометрия здесь. Крайнее звено такое достаточно короткое. Ушки сгибаются вниз, посадка просто здесь идеальная. Ну, теперь давайте посмотрим на швейцарского конкурента, который стоит в разы дороже. Кстати говоря, здесь, наверное, стоит обратиться к инструкции. Здесь есть даже русский язык. И смотрите, какая ситуация. Во-первых, здесь можно посмотреть характеристики. 50 часов у нас. И 36 тысяч полуколебаний в час частота. Причем, что важно, Зенит был как раз именно первым производителем хронографов высокочастотных. Уже только потом появились, собственно, Гранд Сейка. Культовые Эль Примеры. Плавное движение секунды и плавное движение хронографа, когда он запущен. Причем, как вы видите, у нас 360 тысяч полуколебаний в час, когда у нас идет именно движение стрелки хронографа. Это потрясающе. Конечно, сейчас обязательно запустим и это все дело посмотрим. Еще важный момент, да, здесь вот, например, это то, что подзавод у вас в две стороны идет. То есть, сам механизм, который отвечает за часовую, минутную и секундную, его надо подзаводить обратным движением. А по часовой стрелке мы уже заводим хронограф. Это вот важный момент. Так, ну давайте, кстати говоря, давайте запустим хрон и посмотрим на вот эту вот всю плавную красоту. Здесь у нас корпус тоже сатинированный. И интересно, что тоже боковые грани по ранту с зеркальной полировкой. Нижняя часть, задняя крышка, да, тоже имеет зеркальную полировку. А основная часть везде идет сатинированием. Резкие грани, резкие переходы и шикарно это все соответствует как раз основной стилистикой циверблата. Вот здесь подобрано просто идеально. И на мой взгляд, вообще сейчас вот Zenith DeFi на калибре L-Primera, особенно в версии с скелетонированием. Это, наверное, самый красивый хронограф на рынке. Он именно современный, он именно высокотехнологичный. Этот вот дизайн, который просто вот цепляет, и невозможно отвести взгляд от такого дизайна. Потому что, ну, лично мне, современные хронографы, которые вот выглядят вот достаточно стандартно, немножко наскучили, они все достаточно однообразные. Там, как правило, одни и те же механизмы. Они еще в основном достаточно высокие, пухлые. Если это, конечно, механика, да, а не кварц. И, ну, все вот однообразное, все везде одно и то же. Вот Zenith делает какую-то невероятную красоту. И мало что, действительно, с ним может сейчас сравниться. Так. Браслет. Браслет здесь тоже граненый. У него имеется зеркальная полировка по краям. Отделка, естественно, на высочайшем уровне. Грани. И застежка, естественно, литая. Она такая раскладная в данном случае. Под задней крышкой можно рассмотреть характерный для El Primer'а очень красивый ротор в их дизайне звезды. И также мы можем посмотреть калибр. У него также отделка без украшательств. Здесь именно все на такую технологичность нацелено. И это правильно, потому что стилистика часов не портится. Потом еще посмотрим, конечно же, макро. Можно будет насладиться этим калибром. Так. Что касается размеров. Давайте посмотрим. Немаленькие часы. Сейчас попробую по вот сбоку посмотреть. 40-45 здесь. По высоте 14,6. Браслет в широкой части 26. В узкой части 21,5. И от ушка до ушка у нас 49. Часы титановые, как я уже говорил. Но за счет того, что достаточно крупные, я бы не сказал, что они прям ультралегкие. Но они очень удобные. Они очень удобные. Они по сравнению, конечно, с Orient на запястье не чувствуются. Все-таки Titan здесь решает. И посадка здесь тоже очень удобная. Потому что ушек, как таковых, вообще нет. Они сразу уходят такие, обрубаются вниз. И идет уже красивый переход в браслет. Сбросим хрон. Давайте смотреть макро. Потом подведем итоги и посмотрим, действительно ли Orient настолько хуже. Итак, давайте смотреть на швейцарца. Здесь отделка, безусловно, впечатляет. Но другого мы и не ждем. От производителя такого уровня и от ценовой категории. Шикарный браслет. И давайте посмотрим заднюю часть крышки. Так, ну, впечатляет. Смотреть одно удовольствие. Теперь японец. Теперь японец. Напомню, что Orient стоит, ну, в 10 раз дешевле. А посмотрите, какие метки красивые, а? Идеальные метки. Да, безусловно, отделка механизма здесь чуть проще. По крайней мере, по боковой части. Но в целом, в целом... Слушайте, я бы не сказал, что она вот прям настолько плоха в сравнении с зенитом. Здесь все очень прилично. Все-таки современные дорогие Orient Star это прям вещь. Вы напишите в комментариях, как вы думаете. Будет интересно. Да, безусловно, здесь везде есть ощущение вот этой разницы в качестве отделки. Но за 1000 долларов это потрясающие часы. Плюс здесь современный механизм с большим запасом хода. С учетом того, что здесь еще ретроградный указатель запаса хода. Да, вот в отделке калибра, конечно, разница чувствуется. Что хочу сказать по итогам. Ну, безусловно, во-первых, да, Борису, безусловно, спасибо. Потому что он дал возможность сравнить часы совершенно, казалось бы, несравнимые. Это круто, новый опыт. Я надеюсь, что вам было интересно смотреть этот ролик. По итогам я не стал делать такой классический батл, знаете, с оценками. Потому что, ну, здесь достаточно все понятно. Но, тем не менее, тем не менее, я хочу сказать, что в плане именно, во-первых, отделки. Не настолько прям вот десятки раз хуже Orient. Во-первых. Во-вторых, действительно, это очень-очень приличные часы за свои деньги. И если вы считаете, что Orient и, там, даже Orient Star, это именно должны быть какие-то эконом-модели, то, безусловно, нет. Это очень серьезные, качественные часы с прекрасными характеристиками и брендом, который узнаваем. Zenith, это, конечно, швейцарский флагман. Это, наверное, один из лучших, если не лучший хронограф вообще, в принципе, в истории Эль Примера. Это потрясающие часы. И вот, если вам нравится именно такая стилистика, вот это вот именно техно, посмотреть на механизм, вся эта красота, чтобы это было заметно на запястье, это тоже немаловажно, согласитесь, когда вы покупаете ультрадорогие часы. Я думаю, что вот, ну, на мой взгляд, сейчас это, наверное, хронограф и вообще модель номер один, именно он в таком техно-стиле, техно-дизайне. Короче, не забываем ставить царские лучшие на YouTube лайки. И я на этом с вами прощаюсь. Всем пока, с вами был Дэн.